Какие подходы мы применяем для того, чтобы данные сохранять и пользователю все это отображать? Ну, давайте посмотрим типичное почтовое приложение и, собственно, какие функции на него обычно возлагаются. Ну, неплохо бы в приложении письмо написать, отправить это письмо, получить, ну и, конечно, полученное письмо куда-то сохранить. Вот про сохранить сегодня и будет весь рассказ. Сохранить надо не одно письмо, а сохранить на самом деле надо много писем. Ну, и, честно говоря, сохранять нужно не только письма, а на самом деле довольно много объектов, чтобы приложение корректно отображало всю информацию, которая требуется для пользователя этого мобильного приложения. Посмотрим немного на предметную область тех объектов, с которыми мы работаем. У нас есть такой объект, как письмо. Эти письма, как правило, хранятся в каких-то папках. И есть такая случая, как тред. Тред – это цепочка писем. Это такой инструмент, который позволяет по какому-то правилу, используя разные алгоритмы, объединять письма в последовательности. Соответственно, у почты МРУ есть свой алгоритм, по которому письма объединяются в треды. Там у нас на хабрис целая статья, как с описанием этого алгоритма. Сегодня я расскажу только базовые вещи, которые необходимы для понимания этой штуки. А помимо всего этого, есть еще куча сущностей, которые нужны для работы нашего приложения. Нам нужны такие объекты, как сессии, фильтры, вложения. Нам надо куда-то сохранять рекламу и так далее. Если говорить об этих трех сущностях, которые являются основными, которые пользователь видит на своем экране, то они между собой как-то связаны. И если так бегло на них посмотреть, то вроде как схему данных можно построить довольно очевидно. Вот у нас есть письмо, оно хранится в какой-то папке, и эти письма также в каком-то треде. И вроде все понятно. Но на самом деле все не так просто. Наша модель данных, которую мы оперируем в приложении, она еще немножко зависит от тех абстракций, которые используются у нас на сервере. И вот как раз тред здесь играет особую роль. Тред имеет помимо писем в себе еще и такую штуку, как представление этого треда в каждой папке. И таким образом у самого этого понятия тред появляется определенная двойственность. В свою очередь это набор писем, которые к этому треду относятся, но в то же время это набор представления этого треда в каждой папке. И с этим надо как-то жить. Если чуть более детально посмотреть на схему данных, то есть наш тот самый пресловутый тред. Этот тред связан как с письмами, так и с представлениями. И еще к этому всему добавляется папка. И в общем все это как-то связано. И все это ведет к тому, что связи получается довольно много, и объектов тоже довольно много. Если взять простого пользователя, и типичное действие, которое он делает с письмом, ну, например, перемещает письмо в какую-то папку. С точки зрения пользователя он свайпнул элемент списка на экране, тапнул на иконку перемещения, выбрал папку, письмо исчезло с экрана, все произошло, все здорово. На самом деле поменялось довольно много данных. Мы должны изменить письмо, мы должны изменить папки источники, папки назначения, мы должны поменять тред, представление. Если вдруг изменился список настолько, что должна появиться реклама, это тоже должно быть изменено. Но выходит, что действия пользователя, они на самом деле могут порождать довольно много операций с данными. Эти данные, они могут быть как-то между собой взаимосвязаны. И самое главное, эти операции могут быть довольно длительны по времени. Но возьмем нашего пользователя. Что же он хочет от нашего приложения? Ну, в первую очередь, он хочет, чтобы UI был отзывчивый. Вот пользователь очень не любит, когда там есть какие-то подлагивания, когда он видит прогресс-бары, когда что-то идет не так, а самое страшное, чего не любит, это всякого рода АНР. Вот, и от этого надо пользователя, конечно, предостеречь. Еще пользователь хочет видеть результат своей операции. Независимо от того, был он успешный или не успешный, надо пользователю известить о том, что же все-таки произошло с его действием. Ни в коем случае нельзя оставлять пользователя в неведении. И с точки зрения намерения пользователя выполнить операцию, она тоже должна быть быстрой. То есть, если пользователь хочет переместить письмо, то письмо должно переместиться быстро, именно с точки зрения операции перемещения. Ну вот, исходя из этих задач, мы в своем приложении заиспользовали SQLite, ну, как, ну, наверное, единственный вариант хранения данных, ну, общепринятый вариант хранения данных, структурированных в Android клиенте. Мы завязали Wormlight, чтобы нам проще работать с этими сущностями, взяли напильник и допилили это все до того состояния, с которым нам было бы комфортно работать и которое бы решало пользовательские задачи. А еще было бы гибко и позволило бы нам довернуть всякие интересные штуки, про которые я расскажу позже. Как обычно работает мобильное приложение? Вот у нас есть UI, который отзывчивый, у нас есть база данных, происходит какая-то магия, в общем, эти изменения в данных отображаются в UI. И, в общем, все счастливы. Вот эта магия, она как раз является ключевым моментом во всей этой цепочке. Но так как данные операции над данными, они довольно длительные, нам надо все это спрятать в background thread, в какой-то фон. У нас есть там стандартные инструменты. В первую очередь это стандартный Java thread. Ну, понятно, что это, наверное, не лучший вариант, что можно использовать для работы в фоне. Вот у нас есть async-таски, безусловно. Есть такое понятие, как лодеры. И вот есть async-квири-хендлер. Ну, в общем, наверное, это основные компоненты, которые мы можем использовать для того, чтобы убрать эти операции из UI thread. И у каждого из них есть свои какие-то плюсы и минусы. Каждый в чем-то силен, в чем-то нет. Если взять эти инструменты и начать использовать, много чего может пойти не так. Но стандартный кейс – это нам надо как-то отменять те операции, которые мы запустили в фоне. Ну, соответственно, и в принципе нам надо эти операции как-то контролировать. Стандартная проблема – смена ориентации. С ней тоже надо что-то делать. Если мы используем лодеры и контент-провайдеры, то очевидным решением является заюзать курсор-адаптер. Но, в общем, курсор-адаптер начинает работать с курсорами и непосредственно с моделью данных в базе данных. И это все становится доступно во вьюхе. И, в общем, все это становится очень сильно связано. И если мы захотим поменять какие-то элементы вью, у нас на самом деле возникнут большие проблемы. А если мы захотим использовать какой-то кастомный лодер, то здесь уже нас ждут сложности в реализации этого всего механизма. И еще одна задача, которую нужно решить – это нотификация. Пользователю надо быстро отображать изменения в данных, в интерфейсе. И, в общем, нам, конечно, необходимо, чтобы наш интерфейс адекватно изменялся и нотификации были своевременны. И, в общем, тогда, когда их ожидают. Вот. А еще есть такая штука, как вот такой эксепшн. Ну, наверняка кто-нибудь, да, наверное, все хоть раз с ним сталкивались. Вот. И этот эксепшн приводит, поставит еще одну задачу перед нами. Особенностью нашего приложения, ну, наверное, особенностью многих приложений является такая задача, что у нас есть какие-то данные, и они должны быть доступны из UI потока. Но при этом мы хотели бы иметь возможность изменять эти данные в фоне, и, возможно, эти изменения не всегда должны быть отображены. Вот. И если мы возьмем и применим какой-то, ну, подход довольно простой, интуитивный, и возьмем эти данные и начнем сразу же отображать в UI, то вполне вероятно, что мы можем поймать такое исключение, когда данные в фоне поменялись, а мы их байндим на вьюху в адаптере, и, в общем, бабах, и все упало. Вот. Что же мы решили применить в нашем приложении? Вот у нас есть UI-трейд, там есть какие-то UI-компоненты, и есть какой-то исполнитель запросов, который будет, собственно, доставать нам данные из нашего хранилища. А еще там есть определенный кэш, который доступен UI, который быстрый и, в общем, лежит рядом с теми элементами, которые будут эти данные отображать. И есть фоновый поток, в котором, собственно, есть наша база данных, в котором есть data-access-object, который предоставляется нам ORMOM, и есть object-cash, который тоже предоставляется нам ORMOM. Ну, не совсем так, который мы сделали сами и этому ORMOM засетили. Вот. И все это между собой взаимодействует. Собственно, теперь немножко о том, что мы используем в качестве абстракции, как это работает. Все схронные операции в нашем приложении представляются паттерном команда. Собственно, операции над данными имеют определенную особенность. Особенность она заключается в том, что наша команда для работы с данными – это суть транзакции. То есть мы таким образом обеспечили атомарность вот этой операции над данными. Еще у нас есть возможность компоновать операции. Мы тут используем обычный композер. И мы можем создать группу операций. И это получается такая unit of work. То есть мы можем взять намерение пользователя, представить в виде одной команды и отправить на исполнение в экзекьютор. Там на самом деле могут быть гетерогенные команды, не только доступ к данным. И наш экзекьютор. Экзекьютор состоит из нескольких пулов. Там есть пул для работы с командами над данными, network pool, пул для синхронизации. И, в общем, еще какие-то пулы. В общем, он конфигурится, и можно его расширять. Команды исполняются. На вход принимается любая имплементация интерфейса команды. И результат возвращается к вызывателю. Для того, чтобы разделять команды по пулам, мы завязали аннотации. И таким образом мы можем взять любую команду, аннотировать ее полем execution pool с соответственным типом пула, на котором эта команда будет исполняться. И они попадут на нужный пул, и, собственно, там уже исполнится. Еще эти аннотации у нас наследуемы. И есть там некоторые базовые имплементации этих команд. И поэтому, если мы хотим взять операцию над данными, мы можем заэкстендиться от базовой команды над данными. И, собственно, никаких аннотаций двух лет не надо. Они сами попадут в нужный пул и там исполнятся. О механизме транзакции, которые мы завязали, чтобы сделать нашу команду атомарной. Ну, если взять простой SQLite, тут все понятно. Вот такая конструкция, ее многие применяют. При работе с базами данных открыли, стартанули транзакцию в Tri-Final блоке, в общем, что-то сделали там, и все произошло. Ormlight нам предоставляет 2 возможности, как мы можем запустить транзакцию. Первое – это использовать статический transaction manager, сделать colon transaction, передать туда connection source. И, в общем, оно как-то там через коллабл заработает. Но это как-то сильно низко. И, наверное, не самый лучший вариант для того, чтобы использовать с ромом такой подход. Еще есть на DAO возможность использовать коллбатч-таск. Он тоже принимает коллабл. Собственно, IOTA мы и применяем при реализации наших команд над данными. Типичная команда для модификации и запроса данных на пуле базы данных. Собственно, она является наследником базовой команды. И там нужно реализовать один метод request. Этот метод request, он будет выполнен в рамках одной транзакции. Там уже есть data access object основной базовый, с которым работает эта команда. И, в общем, есть результат, который туда вернется. И все довольно просто. Ну, замечательно. Вот у нас есть инструмент, который позволяет команду исполнять. У нас есть абстракция, которая определяет вот эту синхронную операцию. И нам надо эти как-то результаты отобразить в UI. И тут мы пользуемся таким подходом, который какой-то неизвестный в свое время озвучивал, что чем данные находятся ближе, тем, собственно, с ними проще работать. И тут мы решили данные кэшировать, во-первых, в памяти, а во-вторых, сделать доступными из UI-треда прям сразу. Ну, то есть, без всего. Вот взяли коллекцию и отобразили. Какие инструменты она позволяет это сделать? Вот у нас есть object cache, который предоставляется до ООО. И рядом с ним мы построили наш UI-кэш. Но это не совсем копия object кэша. Это такой вариант реализации мемоизации. То есть, это определенный слепок кэша, который актуален для данной вьюхи. Ну, или для данного состояния приложения. Собственно, как в ДОО работает этот кэш? И когда мы вызываем методы на ДОО, он идет в object cache. Если объектов там нет, он, собственно, идет в базу данных, делает запросы, поднимает их в кэш. И у ДОО есть несколько классных операций. Мы можем все это закритить, закверить, заделитить. И все эти изменения отображаться в кэше. Это нам дано из коробки. С этим ничего не надо делать. Это здорово. Но есть еще вот такие операции, которые из коробки почему-то в кэш не пробрасываются. И рекомендации разработчиков фреймворка такие. Ну, ребята, если вы апдейтите, делайте clear cache. И потом, собственно, заново данные туда поднимайте. Вот. Это, наверное, в нашем случае не очень удобный кейс. И мы расширили наше ДОО и поддержали эти операции. Операции как простого апдейта, так и апдейтов, позволяющих делать обновления через prepared update statement. Это определенные объекты, похожие на запросы в базе данных, когда мы можем взять с точки зрения ORMA, сконфигурить запрос через Builder и, в общем, передать его в наш апдейтер. Вот. И теперь наш механизм доступа к данным выглядит так, что у нас есть наш кастомный ДОО, который поддерживает наш Object Cache. Он поддерживает все операции, которые нужны для модификации изменения данных. И таким образом любое изменение и запрос данных на ДОО, он поднимает данные в Object Cache. И таким образом данные в память уже поднимаются. Для того, чтобы связать наш Object Cache, который работает в фоновом потоке с UI-кешом, мы применили стандартный хендлер. Собственно, в этом хендлере ходят сообщения, и нам надо их как-то наполнять. Что мы передаем, когда, собственно, Background и UI обменяют сообщения? Мы передаем туда тип операции, мы передаем тот класс, который изменился, и, собственно, сами сущности, которые были изменены, сами объекты. И тут возникает задача нотификации. Как работает наш механизм нотификации? Когда клиент начинает транзакцию, мы создаем определенный буфер нотификаций в нашем ДОО кэше, рядом с ДОО кэшом, в ДОО. И когда на ДОО вызываются операции Create, Update и Delete, мы создаем абстракцию кэш-оперейшн и складываем ее в наш буфер. Собственно, когда транзакция заканчивается, мы разглачиваем наш буфер и формируем из этого сообщение для хендлера. Это сообщение постится в хендлер, который попадет в UI поток и, собственно, обработается тем, кто… ну, обработается в UI потоке хендлером, который работает с нашим UI кэшом. Тот, в свою очередь, принимает сообщение и начинает применять операции к данным UI кэше. Как он их применяет? Он, собственно, достает объекты оттуда, выполняет приложенную к этому объекту в сообщении операцию и создает нотификацию. Нотификацию складывает тоже в буфер. Как только сообщение обработано, эти нотификации, они собираются по признаку объекта, который должен быть обновлен. UI у нас подписан на обновление объектов через URI. Собственно, у нас там реализован механизм дата-обзирвовов, и наши сущности, они имеют у себя определенный URI, по которому они идентифицируются. Мы группируем эти нотификации по каждому URI, и затем, когда сообщение из хендлера обработано, посылается одно сообщение в notification для наших абзирвелов, которое шлет по одной нотификации для каждого URI. Таким образом, мы можем изменить и модифицировать довольно много данных, но наш UI получит одну аккуратную нотификацию и, собственно, сможет обновить свои данные и все будет корректно. Для того, чтобы получить данные из кэша, мы используем своего рода реализацию паттерна репозиторий. Он в основном называется Entity Manager. Но это не совсем репозиторий, потому что у нас там есть такой метод GetFromCache. Этот метод GetFromCache может принимать расширенные запросы в кэш. Для чего это сделано, я расскажу чуть позже. Также там есть такие запросы, как загрузить еще и обновить. Эти запросы к этому Entity Manager, они как раз создают тот самый Unit of Work, который формирует нашу Compose команду, которая включает в себя операции на запрос к серверам, на обновление данных в базе данных и на нотификацию UI, и поднятие этих данных в кэш. Что позволило нам сделать такая реализация кэшей и такое взаимодействие данных в нашем приложении? Мы реализовали поиск на клиенте. Обычно работает поиск в почтовом приложении. Но как он работал у нас до этого? Пользователь вводит поисковый запрос. Поисковый запрос отправляется на сервер. Сервер умеет всякий классный умный поиск. И когда от сервера приходит результат, он его отображает. Но проблема в том, что запрос на сервер и ответ занимали примерно… Вот у меня быстрее секунды никак не получалось дождаться ответа. А если там плохое соединение и много данных, то это могло быть значительное время. Все это время пользователь видел пустой экран и крутящийся прогресс-бар. Но мы захотели решить эту проблему тем, что добавили поиск по контенту в нашем клиенте. Собственно, что мы и как умеем искать? Мы умеем искать по тексту, мы умеем искать по содержанию письма, по теме, по отправителям, по получателям. В общем, почти все то, что умеет сервер. И как мы это реализовали? Собственно, мы строим поисковые индексы. Поисковые индексы мы строим, когда работаем с нашим DAO. Когда у нас в DAO приходят операции на изменение данных в бэкграунд потоки, помимо операции поднятия данных в кэше, модификации кэша, мы изменяем наш поисковый индекс. Этот индекс хранится, в общем-то, там же и формируется там же в бэкграунд потоке рядом с кэшом. Когда операция над данными заканчивается и формируется сообщение для отправки, мы копию индекса отдаем в наш UI. И, собственно, в UI есть уже сформированный индекс на момент последнего изменения этих данных в бэкграунде и в базе данных. В UI доступен индекс только для чтения. И, собственно, этот индекс принимает запросы, похожие на запросы, которые можно формировать в DAO. То есть там мы можем делать конъюнкции, дизюнкции, ор и всякие такие штуки. И, в общем, этот индекс он умеет искать как по тексту, так и по каким-то отдельным полям в наших сущностях. Внедрение такой штуки нам позволило уйти от тех самых не менее чем одной секунды прогресс-бара на экране и вот этого ожидания пользовательского до того, что результаты появляются на экране менее чем около 20 миллисекунд. Данные, собственно, это те, которые доступны сейчас локальные, которые удовлетворяют условиям поиска. Собственно, пользователь уже сразу видит результаты. В это время мы обрабатываем запрос на сервер и как только данные с сервера придут, мы их подмержим к тому, что у нас есть локально и, собственно, обновим данные на экране пользователя. Вот. Все. Спасибо за доклад. Ваш объем работы, который вы проделали, он поражает. Достаточно хорошо сделали, интересно было послушать. Вы сказали в самом начале тезис, что пользователь хочет, чтобы все было быстро. С учетом этого тезиса было бы интересно узнать, почему было выбрано Armlight, который использует рефлексию и работает достаточно очень, я бы сказал, медленно среди потенциальных конкурентов. И выбрали бы вы сейчас что-нибудь другое? Armlight достался по наследству, в общем-то. И стоимость, наверное, перехода сейчас на что-то новое, она довольно высокая. И мы пока не смогли, наверное, выделить ресурс, наверное, на переход на какую-то другую технологию. Но сейчас бы мы, наверное, не стали использовать Armlight. Возможно, посмотрели бы в сторону Гриндау. А возможно, и вообще бы от Armlight отказались на самом деле. Спасибо. Спасибо. Очень-очень круто. На самом деле, то, что вы сделали, это называется Secures Event Sourcing, другими словами. Слышали когда-то такие аббревиатуры? Command & Query Responsibility Segregation. Мне знаете, что интересует очень сильно? Вот эта подписка по URI. Вот, например, Vue – это отображение писем от какой-то конкретной папки. И она подписана какому URI? URI папке? Она может быть подписана на несколько URI. Конечно. То есть она должна быть подписана на все URI писем и на URI папке? Когда мы подписываемся на URI писем, мы обновляем информацию только о письмах. Собственно, информацию о том, что надо обновить какую-то папку, но у нас есть другие элементы Vue, которые, собственно… То есть она подписывается на, например, 10 писем на 10 URI? Ну, на один. Там у нас не специфицировано по… Там как Wildcard, что ли? Ну, типа того, да. Потому что у меня был вопрос потом, вы говорите, что вы группируете. Да. То есть у вас 10 URI будет писем, все разные. Получается, ваше Vue получит 10 нотификаций. Мы пошлем одну нотификацию на… Какую? На Wildcard, на подписку на обновление писем. И, собственно… На Wildcard на подписку на обновление писем. Понял. Вот это и был вопрос. Привет. Спасибо за доклад. Бесконечно круто. Я просто разрабатывал Rambler почту для iOS. И прямо на удивление, насколько у нас много похожего. Потом даже можно обсудить. Да, конечно. У меня вот один вопрос есть. Ты сказал, что у вас есть полнотекстовый поиск по телам писем. А вы предзагружаете все-все-все письма в папке? Да. Тут нюанс. На самом деле нет. Мы получаем только сниппеты изначально. Это выдержка из тела письма. Там ограничено количество символов. По ним строится индекс сразу. А тело письма мы загружаем, соответственно, в момент отображения этого письма. И мы можем строить индекс по нему и применять. Но на самом деле мы сейчас именно поиск по телу письма, особенно форматированного, мы на своем мобильном клиенте не используем. Мы пользуемся серверным поиском. Всем спасибо. Поблагодарим еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.